Дубай, Объединенные Арабские Эмираты, обываются Индийским океаном. Кстати, там Аравийское море, а не океан. Да, Аравийское море, которое входит в Индийский океан. Я не ошибаюсь. Из-за меня знания правильно сохранились. Упорство и труд до Объединенных Арабских Эмиратов доведут. То, что это может быть и не совсем народное, но тем не менее, поговорка работает. Средбор на улице Александр Барбашин доказал личным примером. Под занавес 2021 года он вылетел в Дубай, чтобы в очередной раз за медали побороться. Кубок мира. Кубок мира. Интересно. Было интересно. Что интересно, во-первых, там получается, насколько я помню, по статистике, там 300 с хвостиком участников в общем. Очень мало девушек. Практически все девчонки, кто были, это наша сборная России. Разыграла чемпионат России. Внутри Кубка мира в Дубае. Молодцы. Человек, наверное, 50-60 было наших девочек. Когда он прилетел в Дубай, выяснилось, что категории, в которой Саша был заявлен изначально, просто нет. Желающих побороться в ней за золото банально не нашлось. Я никогда не выступал в категории ББ 90 килограмм. Для меня это, конечно, рост. Получилось так, что когда я приехал, выяснилось, что категории мастера классик физик, которая была заявлена, нет. Потому что нет желающих, кроме меня. Вторую категорию у меня совместили со следующей категорией. Я решил попробовать в категории Б90. Категория, где, как правило, ребята поменьше ростом, покрупнее. И мне в ней тяжело соревноваться, поэтому даже не пытался. Даже в России не пытался. Ну и серебро, так скажем, с минимальным разрывом с первым местом. Наверное, для меня... Да не наверное, это гордость. Гордость. Я доволен. Доволен в том, что... Ну, опять-таки, если бы я был первым, я был бы еще больше доволен. Но Кубок мира серебро, Бодимилдинг 90. Отличный результат. И как тренер могу сказать, и как спортсмен. В Дубае Александр впервые выступал в трех категориях сразу. Впрочем, справедливости ради надо заметить, что раньше такое не разрешалось в принципе. Но все течет, все меняется. В категории мастера было полтора десятка претендентов. Очень удивила категория мастера. Да, была объединенная категория. 40-49 лет. Да, мне уже столько лет. Вот. Было, ну, человек 12-15. Не помню, сколько, честно говоря. Ну, больше 10-100%. Крупные ребята. И в том числе и Парень из России вот был у нас. 100 килограмм, 108 килограмм один из участников. В неплохом качестве. Бронза. Бронза. Тоже скажу, что очень даже неплохо. Не было ни одного спортсмена из классического бодибилдинга, из классик физик тоже я не видел никого. То есть это чисто билдерская тусовка. Возрастная билдерская тусовка. Ну, поучаствовал. Бронза. Вот здесь, если честно, я понимал, что выше 2-го, 3-го я не поднимусь. То есть попадание в тройку, это было прям оно. А вот в 90-х я все-таки думал, что я стал первым. Категория классик физик – это, собственно, то, к чему спортсмен с Алтая целенаправленно и готовился. Соревноваться, причем на равных, пришлось в том числе с 25-летними парнями. Борьба была невероятно плотная. Как бабушка моего сына сказала, а папа участвовал в ветеранах или на общих основаниях? Ответ бабушке – на общих основаниях. Вот. В категории были ребята и 20, и 25. Я был самый возрастной. Вот. Ну, борьба была плотненькая. Плотненькая. И по баллам видно, что первое, третье место, то есть по-разному ставили. В этот раз бронза. Я, конечно, понимал, что я буду в тройке. Ну, как понимал? Понимал. Пусть будет так, да, что я буду в тройке. Ну, тут ничего не скажешь. Ничего не скажешь. Я всегда говорю, что судьи отсудили, принял. Работать дальше, чтобы стать первым. Подытожу так. Три старта, три медали. Подвинуть за пределы тройки сильнейших бодибилдера с Алтая. Многочисленные представители Ближнего Востока как ни старались, ни сумели. В командном зачете Иран на первом, Объединенные Эмираты на втором, Россия на третьем месте.